Ассам алейкум ва рахматулухи ва баракята, уважаемые зрители! Сегодня у нас очень интересная передача. Мы пригласили на нашу передачу выступить экспертом Назиру Инаятову, журналиста по образованию и телерадиоведущего, которая практикует ислам. Ну, вы знаете, мы хотели сделать очень короткую передачу с ней на 10 минут как эксперта, но интервью с ней настолько откликнулось в сердцах всей съемочной группы, и мы настолько для себя сами подчеркнули много полезного, что мы решили выложить интервью полностью, не укорачивать его, и мы надеемся, что и в ваших сердцах будет отклик тем словам, которыми Назира Апа поделилась. Мы желаем вам приятного просмотра! Амир Ахуан! Ассалам алейкум! Ассалам алейкум! Спасибо вам огромное, что нашли время. Давайте сначала представим вас нашим зрителям и расскажем. Назира Инаятова. Я журналист по профессии, сейчас я радиоведущий, и по жизни я с благоговением испытывала многие творческие моменты, которые были дарованы мне свыше, и я творческая личность. Очень приятно. Скажите, пожалуйста, где вы сейчас работаете? Я работаю на радио, я радиоведущая и занимаюсь видеопродакшеном. Что такое видеопродакшен? Это изготовление в основном социальных роликов. Особенно в последние годы очень сильно интересует меня человеческое мировоззрение по возможности донесения этого мировоззрения простым, обычным языком. Например, был очень сильный сегодня пример нашего видеотворчества, когда собрались не менее 200-300 слабовидящих, незрячих, глухих, немых людей в одном месте. Ну, как бы было мероприятие, и мы отобрали несколько человек. Среди них была семья, муж и жена, которые более 30 лет живут вместе. Муж не видит долгие десятилетия, жена, глухонемая, и они общаются только посредством рук. Вы представьте, руки, руки в течение 30 лет. А сколько слов мы за 30 лет можем друг другу выговорить? И снимая ролик, я пришла к выводу, что любой человек в нашей жизни может послужить учителем. И сегодня эта пара с 30-летним стажем, которые в кадре, разговаривая с друг другом, объяснялись последствием рук в любви. И благодарили Бога за то, что у них сегодня была возможность встретиться на мероприятии с кем-то. Душ говорил, я встретил здесь одноклассников. И жена говорит, как хорошо, вы долгое время сидели дома, и вам было некомфортно. И вот нас пригласили. Муж говорит, а ты знаешь, я хочу сказать, я до сих пор люблю тебя. И вот здесь у меня такой внутренний стрелок был. Как вообще воспитать любовь к исламу в детях? Своим примером, когда ты читаешь вечерний намаз, а где-то играет телевизор, ты можешь просто посмотреть... А она делает уроки, потому что она под шум, любит там что-то у нее там журчало, и она пишет. Ты просто смотришь на нее, ничего не говоря, просто смотришь, она сразу бежит, выключает. После ночного намаза ты садишься читать Коран, и она изо дня в день это видит, и она уже точно знает, что после этого уже нужно ложиться спать. Или, например, утром тебе всего лишь нужно поднести, надо вставать, время намаза. В первые дни, когда ты рассказываешь истории, когда ты рассказываешь истории праведников, истории пророка, и есть несколько историй, которые... Я даже когда рассказываю, я сама плачу. Я просто рассказываю, говорю, а что ты чувствуешь? А как ты думаешь, как это было? А что они чувствовали? Когда обязательно нужно воссоздать ситуацию, и тогда появляется любовь. Любовь к тем, кто любил больше, чем ты, и ты стремишься к такой любви. И, естественно, литература. Я постоянно им рекомендую, постоянно читаю, постоянно читаю. Но очень важно, чтобы дети могли сами анализировать. Это очень важно. Я сама выросла в семье, когда у меня родители... С детства, я помню, и в Рамадан мы постоянно большой семьей. И ранним утром, и поздним вечером всегда были вместе. И намаз, когда родители читали, для нас это было настолько естественно. Совершенно нормально. И для моих детей совершенно нормально, когда пятикратное чтение намаза, это пятикратное омовение души. Мало заставлять. Нужно дать про чувства. Я, в принципе, не сторонник действий заставлять. Потому что в мою жизнь ислам пришел как раз-таки не через заставление. Я думаю, когда человека заставляешь, у него реакция наоборот. Вот стоп. То есть не хочу, не надо. И наоборот, когда разговариваешь с человеком с позиции рассказов, здесь я с вами полностью согласна, оно совершенно другой эффект имеет. У меня детки еще маленькие. Хотя уже дочка 6,5. И вот один раз в день мы на намаз с ней сейчас помним. Делает, конечно, все так очень забавно. Но слово Аллаха делает. Это очень важно, конечно. Очень важно быть примером. Здесь я полностью согласна. А в вашу жизнь, вот та самая любовь к исламу, когда ты начинаешь желать пополнять знания и начинаешь их пополнять, она когда пришла, в каком возрасте? Любовь у меня была всегда. Желание, оно было настолько не таким, что утром стало все. Я сегодня уже хочу надеть платок и ходить только в платке. Нет, это настолько у меня месяцами в непонятной для меня на тот момент форме. Мне было стыдно выходить без головного упадка. Это в каком возрасте было? 28 лет. У меня сын был, дочери еще не было. И стыд этот не был такой, что ой вообще стыдно. А он был такой смешан со страхом. Мне было страшно. Каждый день, когда я переступаю порог, есть невидимая сила, которая прописывает то, что сегодняшний день она не выполнила то, что было прописано. в Священном Писании. У меня очень много спрашивали люди той среды, в которой я работала. И в принципе частично сейчас не настолько, но на тот момент меня спрашивали, потому что фактически все мои знакомые, с кем я общалась на тот момент, работая на радио, это был шоу-бизнес. Все спрашивают, а что-то случилось-то? А, тебя заставили. Очень часто приходилось говорить, да нет, все нормально, все хорошо. И меня очень сильно спасло то, что через несколько лет у меня была поездка в хаш. Я прям вздохнула легко. Я говорила, ХОДЖУ АНЕМА? ХОДЖУ АНЕМА и все. Оказывается, мне сложно каждый раз оправдываться. Все, я хочу. Сложно сказать, ну я хочу, я хочу. Просто хочу. Никто не заставлял. Вот я просто хочу. Каждый раз спрашивают, тебя заставили? Тебя кто-то заставил. Нет, а можно я просто хочу и я это чувствую? Я вот так чувствую. Я помню один был очень интересный коммент, очень смешной. На тот момент для меня был шокирующий, а потом я подумала, ну почему бы и нет. У всех есть своя реальность. Человек небезызвестный. Он так подошел и сказал, Назир, ну что ты выпендриваешься, а? Ну вот что ты выпендриваешься? Ты же можешь просто нормально ходить. Настолько у меня было состояние шока, что я сказала, ну каждый по-своему выпендривается. А сейчас я бы ответила этому человеку. Странно то, что вот моя ситуация выглядит, как выпендрешь. А почему другие ситуации не выглядят нестандартно? Вот как бы так. И насчет детей? Нет, сейчас секундочку. Вот здесь появился такой вопрос. А когда случился вот этот момент, когда уже не захотелось оправдываться за свое решение? Что-то же должно было, должна быть точка в вопросе, когда окружающим доносишь информацию. Ребят, мой выбор, моя жизнь. Все. Стоп оправданием. Когда уже я сменила окружение. И когда я для себя решила, что не буду не оправдываться, не буду не объяснять. Здесь ситуация такова, что очень многие просто боятся за… А что скажут другие? Вот эта внешняя ситуация, она… На меня тоже очень сильная такая гневная атмосфера производила впечатления. Прежде всего, мои родственники, они были в недоумении. Я на тот момент и в кадре работала, как бы телерадиоведущая, которая… А что это она? Ну, как бы… Это просто, намного проще, чем кажется. Я согласна. Я прошла. Намного проще. Намного проще. Если бы… Если бы у меня зеленые волосы были бы. У меня тогда такое мнение было. Хотела бы я такая потлатая, с зелеными волосами. Наверное, тогда меньше обратили внимание. Настолько было удивление сильное окружающего меня, вот этого круга. Как это изменило вас, вашу карьеру, вашу работу над собой? Я немножечко все-таки знаю, что вы это не остановили. Поэтому я задаю вопрос, чтобы и зрители имели возможность узнать, что, в принципе, на работу над собой это никоим образом не повлияло. На карьеру, вот если вы расскажете немножко… На работу над собой повлияло в лучшую сторону. Мне нужно было больше, круче, выше быть, чем я есть. Почему? Потому что… Так… Ну… Ну, ты же лучше. Ну… Ну, ты же умнее. Вот такие фразы уже кидались. Ну, ты же другая. И мне приходилось больше двигаться, больше стараться, больше переживать по поводу того, а что же будет с карьерой на тот момент. Сейчас я понимаю, что вообще переживать не нужно. Карьера у меня трансформировалась. Она просто трансформировалась в другую область. И все. До сих пор у меня есть… Я себе это позволяю, я себе это не позволяю. Кто-то мне говорит… Ну… Опять же тот же разговор… Ну… Ну, делай. Кто тебе мешает? Я говорю, нет. Камеры. Камеры везде. Поэтому трансформация была и все к лучшему. Алихамдулилях, все к лучшему. И самое интересное, лишь когда пройдут два десятилетия, я пойму, что все к лучшему. О, столько всего интересного. Но это как… Это как книга, которая дает тебе возможность перевернуть еще страницу, еще страницу. Но… Тебе интересно, но тебе нельзя посмотреть на последнюю страницу. Тебе нужно все это переворачивать страницы за страницей. Сейчас я благодарна каждой странице. На тот момент у меня были вопросы. А зачем и почему? Сейчас я благодарна. Цель в жизни? Буквально вчера, Оль, я посмотрела ваш сюжет и я сама себе задавала. Моя цель. Ну вот, не зря. В тот день мы мерзли на улице. Снимали этот сюжет. К чему пришли? У меня всегда очень просто было. Это было и 20 лет назад, и 30 лет назад, кстати. У меня есть одна фраза, которая меня всегда одинаково греет. И я ее всегда произношу с одинаковым рвением. И телом, солдаты. Благость двух мирах. Это, наверное, не цель. Это то, чем дышит человек. Благость двух мирах. Молчание, оно очень-очень важно во многих моментах, особенно в моментах, касающихся наших близких. И сегодня я поняла, что я должна научиться красиво молчать. Когда стрессовые ситуации, вы про это, да? Не только. Красиво молчать – это когда… Мы очень часто выражаем свое мнение по поводу и без. Иногда у нас даже не спрашивают. Мы можем одним лишь словом, да, порадовать, но одним лишь словом и поранить. Сегодня я получила урок «Веса слова». Насколько сильно значение слова. Но также я увидела, насколько сильно духовная близость сильна. Это урок. Сегодня у меня был урок. Я думаю, что это очень хороший урок о ценности семьи. Конечно. Это то, что вы не хотели на тот вопрос, на который вы не хотели отвечать изначально перед нашим интервью. Но сейчас вы сами к этому приводите. Вы знаете, ценность семьи, она настолько проста в общении. Вы можете эту ценность передавать как своей половинке, так и своим детям. Но в то же время, если нет правильного опыта, то бесполезно проводить демагогию на эту тему. Но сегодняшняя красивая ситуация, она мне нужна для того, чтобы нанести своим детям. Я обязательно это расскажу. Всякая ситуация, которая меня радует, волнует, беспокоит, шокирует. Я доношу своим детям. У меня двое детей. Сын. А возраст какой? Сыну 26, дочери 13 лет. Я благодарю Богу за то, что он мне дал такой бесценный опыт. Опыт материнства, бесконечным обучением вместе с детьми. Я сама очень люблю учиться. Я всегда говорю, что я ученик по жизни. Что бы я ни знала, о чем бы я ни думала, в какой бы сфере меня не считали профессионалами, я всегда говорю, я всего лишь ученик. Я должна знать больше. Потому что мир бесконечен. Нам настолько много даровано, но мы даже одной миллиардной части не владеем. А знания, знания в Коране, они преподнесены как драгоценный и бесценный подарок. Учиться нужно всегда. Осваивать знания нужно всегда. И детям я с младенчества говорила о том, что мое самое лучшее вложение в вас – это знания, которые, дай Бог, я буду постоянно вам доносить через кого-то, вместе с кем-то. Или непосредственно я сама. Сын у меня и дочь. Они пошли в маму. Они у меня были глоты. Очень люблю языки. И дети тоже как-то с детства, они уже сразу показали, что у них с языками хорошо получается. И как-то с 4-5-летнего возраста удачно у меня получилось, что дочь, что сын. Я им просто как бы вовремя подсовывала нужную литературу. Насколько я сейчас понимаю, на тот момент у меня было интуитивно, но у меня было интуитивно дикое желание дать детям понять, что, будучи интеллектуально развитым человеком, ты, прежде всего, будешь уважаем в своих глазах. А затем уже в глазах ближних. Нужно учиться. Учиться всегда, везде. И как бы в приоритете для детей я всегда ставила обучение. Я на самом деле всегда завидовала белой зависти тем, кто с детьми общается никак. Я родитель, ты дитё. Я сказала, это будет. Но как-то у меня есть дружеская, но в то же время правильная субординация. Потому что это уже не моё мнение, а мнение моих близких, которые говорят, ну как-то мы не так общаемся с детьми. Как-то у тебя по-другому. Вроде и слушаются, вроде и не давишь, но вроде и получается так, как ты хочешь. В чем секрет? Я сама думала. Если честно, до конца я не знаю, но я понимаю, что сначала нужно выслушать. Всегда. Всегда. Даже если внутри кричит, клокочет, вы можете радоваться, вы можете злиться, вы можете думать, что нет, это не так. Сейчас я скажу, что это нужно сделать вот так, вот так и вот так. Я знаю лучше, лучше выслушать. Аль-хамду-ли-лях, дети у меня никогда не гневили меня и не шли наперекур, и не было ситуации, я знаю, это моя жизнь, я не думаю. Вот такого не было, и до сих пор ситуация такова, что сыну я говорю, ты вдалеке, если у тебя по времени не подходит, тебе позволительно в пятницу. Мама, я знаю, я хожу в пятницу на намаз, и меня это радует, я очень рада. Будет возможность, я буду постоянно в намазе. Ну вот как бы сейчас я вдалеке. Дочери я говорю, хорошо, у тебя учеба целый день, у тебя тренировка. Ну ты со мной, можешь же утром вставать на намаз? Могу, но не хочу. Хорошо, не хочу, насколько сильно? Ну, ну ладно. И за дня в день, когда уже у нас это происходит, я просто каждый раз думаю, что достаточен личный пример. Насколько правильно получается доносить нужную информацию, я сейчас уже слышу… Не заставлять. Не заставлять, не заставлять. И причем нужно быть готовым к тому, что это не будет нравиться. Но каждый раз, когда вы либо шуткой, либо информацией… У меня есть привычка, дети знают, есть определенные либо телеграм-каналы, либо в ютюбе информация, либо книжка. Я просто фоткаю, я каждый раз скидываю им. Я скидываю скрины, скидываю файлы, скидываю видео. То, что, мне кажется, дает опять же дополнительную возможность подтягивать струны души. И это важно. И каждый раз, когда мне кто-то говорит, какое хорошее воспитание вы дали, я про себя говорю, так-так, не возгордись, не возгордись. Почему? Потому что это не ты. Это то, что тебе дано. Ты всего лишь пользуешься возможностью взрастить нечто. Потому что, когда я себе говорю, я горжусь своими детьми, раньше я говорила, я горжусь своими детьми, сейчас я говорю, я горжусь возможностью, предоставленной мне в сегодняшний день. Для меня это счастье. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok